У жителей Казани появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте в стационарном валидаторе. Пассажирам, оплачивающим проезд безналичным способом, необходимо будет приложить транспортную или банковскую карту к системе. Тем, кто пользуется наличными денежными средствами, рекомендуется воспользоваться первой дверью и оплатить проезд у водителя на остановке. Насколько сработает проверка на честность жителей Казани? Я думаю, что это будет смешанный вариант. На конечной остановке будут проверки, сам водитель будет проверять. Раньше так и было, кондукторов не было, но контроль был. Поэтому рассчитывать на какую-то халяву, вот у нас такая психология, ожидание такая, да, конечно, не придется, контроль будет. Кондукторам придется искать новое место работы. На 9 единицах общественный транспорт установит более современную и отказоустойчивую систему. Устройство легко крепится внутри салона, не занимает много места. Плата проходит за несколько секунд. Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года. Ее начали тестировать на трамвайных маршрутах номер 5 и 5А. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе номер 2. Бесконтактная система оплаты проезда шагает по стране. Первый ее в виде эксперимента начала водить Москва. Там же данная модернизация закрепилась. Почему это начинается? Видимо, потому что кондуктора, это затратно для этих фирм сейчас каких-то пор. Это говорит об экономическом положении, скорее всего. Какая система оплаты поможет сократить число кондукторов на маршрутах? Плату проезда, как старые добрые времена компостеров, станут проверять контролера, которые лишь во время от времени будут проводить рейды. Дарья Деменкова, Аделина Абдрахманова, Универньюз.